Усадьбы купцов Чистовых, самых богатых купцов нашего города, они занимались торговлей зерном и имели капитал в полтора миллиона рублей. Хозяина всей этой усадьбы звали Тимофей Васильевич. Он был городским головой Мышкина на протяжении трех десятилетий. То есть был очень уважаемым человеком, ведь его 9 раз подряд на этот фост выбирали. Но сыграли роль, конечно, и огромные капиталы, которые Чистов имел. Но самое-то главное, он не только сам пользовался своими деньгами, но еще ко всему прочему делился с городом, щедрый был человек. В старые времена говорили так, есть деньги строю мельницу. И в 1870 году Чистово, вот прямо в усадьбе мельницу построили. Но люди-то были практичные, от погоды, от климата зависеть не хотели. И в Швеции заказали двигатель фирмы Болиндер, который работал на сырой нефти. Мельница, начав свою работу, закончила в 1973 году, спустя 103 года. Но знаете, где зерно, там и мыши. И на нашей мельнице два отделения, одно машинное, а другое мы увидим мыши. Слушайте, я после мышиной шерсти уже не рискнула сказать, что мельница работала на мышиной тяге. Вы не поверят ведь, да? Но правило такое для всех. На мельнице все ходят рядом с экскурсоводом, мыши руками не трогают. И пожалуйста, последний кто ходит, дверь закрывайте, чтобы мыши не разбежались. Все, пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует...